Всем привет! С вами Ольга Сергеевна и новости Wargaming TV. Сегодня в программе. Полёт нормальный. Глобальное альфа-тестирование World of Poplanes в самом разгаре. Учение свет. Как научить тёщу играть World of Tanks за 10 минут. Реальная графика. Новая модель освещения изменит окружающую танк и действительность. Глобальная альфа World of Poplanes уже сейчас впечатляет своим размахом. На сегодняшний день около 300 тысяч человек подали заявки на участие в тестировании, из которых пока лишь небольшая часть получила доступ к игре. Но и остальным не стоит переставать витать в облаках. Мы всё время запускаем новых тестеров. Будем запускать их ещё и ещё. Пока что счёт идёт на тысячи, потом пойдёт на десятки тысяч. И даже если вы сейчас не попадёте в глобальную альфу, эти заявки будут считаться подходящими для закрытой беты, и вы попадёте в закрытую бету. Около 20 моделей самолётов сейчас рассекают просторы глобальной альфы. Это примерно треть того, что планируется показать в релизе. Бои ведутся на двух картах — Эль-Халуф и Новороссийск. В разработке сейчас ещё две. Игра хорошеет на глазах. Мы поменяли воду, мы поменяли освещение, мы стали прикладывать к самолётам новые материалы, к объектам на картах новые материалы. А Outland, то есть то, что у нас находится за пределами карты, стал выглядеть очень обширным и практически бесконечным. То есть сейчас нет ощущения, когда мы подлетаем к краю карты, что мы такие мухи в банке. Мы летаем на огромной территории. Примерно раз в три недели альфа-тестеры получают новую пищу для размышлений. Именно такой график развития проекта приняли разработчики на этом этапе. Ближайшие пары патчей будут более техническими, там будут больше какие-то доработки, оптимизация FPS, отключение пингозависимости, появляются новые способы управлять самолётом, меняются какие-то параметры самолётов, флайк-модели. Через один-два патча будут новые контентные патчи, где появятся карты, где появятся новые самолёты в больших количествах, и переработанные старые самолёты, где мы применим как раз-таки новые материалы, новые поверхности, по-другому они засветятся, заотражают, застреляют и так далее. В общем, полёт проходит нормально, за исключением одного момента. Несмотря на соглашение, многие игроки допускают утечку информации в виде скриншотов, текстовых и видеоматериалов. Я напомню всем, что это запрещено. Мы такие сливы обнаруживаем, несмотря на то, что они бывают, происходят на грузинских форумах, или вот один игрок из Чехии сделал слив на вьетнамском форуме. Тем не менее, мы таких игроков находим, преследуем и наказываем. Ну, в частности, наказываем перманентной блокировкой танкового аккаунта. Кстати, участникам глобальной айсы можно стать и не совсем обычным способом. Например, нужно создать модель самолёта для первого авиационного конкурса «Самолёт из мультфильма». Три самых талантливых авиаконструктора получат приглашение в World of the Plains и игровое золото. Все подробности читайте на официальном сайте игры. А теперь вернёмся к нашим танкам, которые стали ещё доступнее. Теперь ваши друзья и знакомые легко смогут разделить с вами ваши увлечения благодаря функции обучения новичков. Уже в обновлении 7.2 игроки, незамеченные в танковых баталиях, смогут пройти 8 несложных заданий, где научатся вступать в бой, зарабатывать опыт и кредиты и использовать их для прокачки техники. Изучив все основы, будем считать, что игрок уже прошёл курс молодого бойца, и он получит за прохождение этого обучения вознаграждения в качестве М3 «Стюарт» советского премиумного танка третьего уровня со стопроцентным полным экипажем, что вполне будет приятным дополнением в ангаре, особенно для новичка. Почему дома не отбрасывают тени? Почему предметы не отображаются в окнах? Вряд ли игроку интересны эти вопросы, если на него едет какой-нибудь Маус или Объект 704. Тем не менее, в World of Tanks такая мистика присутствует, но только пока. В скором времени всё, что окружает танки, будет выглядеть гораздо реалистичнее. Глубокое небо, реалистичная грязь, продвинутый туман. Именно такими словами можно описать то, чего намерены добиться художники и программисты проекта. У нас были некоторые, скажем так, сложности, технические ограничения, там, движка, на котором мы построили всю эту игру, но благо, как бы взялись, подумали, доблестные ребята-программисты вместе с художниками, и у нас появилась отличная, скажем так, возможность поднять уровень графики, ну, до современных высот. Высоко взлететь и сделать окружающий мир в игре более реалистичным поможет новая модель освещенности, в основе которой лежит несколько понятий. Основными нововведениями это был переход в High Dynamic Range. HDR позволяет сделать более реалистичным освещение виртуальной сцены. Одной из составляющих High Dynamic Range является эффект динамической адаптации, позволяющий перенести свойства человеческого зрения в виртуальную реальность. На практике это выглядит так. Когда человек находится в темной комнате, он сразу ничего не видит. То есть проходит какое-то время, когда глаз адаптируется, и он начинает что-то рассматривать. То же самое происходит, когда выходит на яркий свет, то есть происходит небольшое ослепление, вспышка, и только после этого адаптируется глаз. Поэтому, выезжая на танки из арки, вы наверняка сначала увидите свет в конце тоннеля, и потом уже вражеское дуло, а не наоборот. Еще одно важное нововведение носит название «Defer Deccals». «Defer Deccals» позволяет в очень эффективной форме добавить деталей к любым поверхностям, к разным поверхностям в нашей игре. То есть благодаря этому существенно станет лучше смотреться terrain, то есть земля, которая у нас сейчас занимает большую часть пространства игрового. Более реалистичными будут следы от взрывов, от проехавших танков, то есть следы от гусениц, и следы от попаданий, то есть в танки и самих танков в землю. В новой версии будут существенно доработаны текущие динамические тени. Появится новомодная технология, так называемая «Soft Shadows» или «Мягкие тени». Новая модель также позволит расставлять динамические источники света. Это, например, даст возможность танкам использовать включенные фары. У нас будут экстра низкие настройки, где будет работать, по сути, старый наш движок. Для всех остальных людей, кому не важны нововведения графические, а важен геймплей. То есть для них есть возможность использовать старый, старый движок. То есть он будет более быстрым, скажем так. Новые карты уже будут изготовляться с учетом нововведений, а полюбившиеся старые постепенно будут переведены на новую модель освещения. Что мы уже начинаем вводить в карты, в игры? В первую очередь это касается скайбокса непосредственно, текстуры неба. В первую очередь, я думаю, что игроки увидят именно небо. Красивое, изящное, высокое, глубокое. Где-то оно будет яркое, сочное, где-то будет трагическое. Вот этим мы дадим возможность игроку как-то эмоционально окрасить, игру. Это далеко не полный список того, чем планируют порадовать игроков художники проекта. В запасе еще много идей, над реализацией которых разработчики упорно трудятся, чтобы преобразить окружающие танки мир. И это все на сегодня. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok